Студизм, она продолжает совещание и продолжает заботиться о вашем здоровье, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Да, все верно. Мы напоминаем то, что, ну, если вы чуть-чуть заболели, если вы немножечко, так скажем, прихворали, самое главное — это лечиться, самое главное — это не бездействовать, а идти к профессионалам своего дела и, конечно же, заботиться о себе. Но для того, чтобы ваш иммунитет был мощным, сильным, да, чтобы он мог бороться с кем угодно и с чем угодно, нельзя говорить чуть-чуть и немножко. Да. Нужно должным образом следить за здоровьем. У нас в гостях Марат Калиев, председатель Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской республики. Марат Атибербекович, здравствуйте. Доброе утро. И перед тем, как разговаривать про противотуберкулезные реформы, хотелось бы больше узнать про туберкулез, потому что частенько оказалось бы, вот данное заболевание, об этом уже должны все знать, но, к сожалению, не всегда так происходит. Правильно? Давайте мы расскажем про туберкулез. Как он бывает и как с ним бороться, и что сделать для того, чтобы не подхватить его? Туберкулез, конечно, когда мы слышим туберкулез, у людей всегда появляется страх. Особенно, когда мы, бывает среди там знакомых, коллег, иногда бывают такие случаи, у людей сразу какая-то такая паника, да, возникает. Но, действительно, это заболевание вызывается палочкой, туберкулезной палочкой. И это одна из самых древнейших палочек, потому что очень высокая смертность в прошлом была, не было лекарств, но последние сто лет активно туберкулез лечится. Но вторая волна пошла, появились лекарства и появились устойчивые формы к этим лекарствам. Мы, когда лекарства начали, антибиотики, противотуберкулезные препараты стали применяться, у всех была надежда, что все, мы победим туберкулез. Но на самом деле оказалось, что туберкулезная палочка хитрее и умнее оказалась. Генетические изменения происходят, и они адаптируются. Но именно поэтому, когда палочка начинает адаптироваться, когда мы неправильно лечим, или когда мы затягиваем, или когда мы вовремя диагноз не ставим, или мы бросаем лечение, вот это является одним из факторов. Мне вот, понимаете, удивило такое слово «неправильно лечим». То есть неправильно лечим каким путем? Вы знаете, когда мы лечим, при туберкулезе одно из самых главных является само противотуберкулезное лекарство. Вот у нас очень много бывает рекламы, рекламируют различные травы, настои, и говорят, вот он абсолютно помогает. Какая-то медведка. Что такое? Ну, однозначно наукой доказано, что убить туберкулезную палочку нужен химический препарат, который его убьет. И человек его должен принимать. Если он его принимать не будет, палочка дальше растет, и она привыкает к небольшим дозам лекарства или к каким-то наименованиям. Поэтому сейчас очень широкий спектр, все зависит от диагноза, все зависит от того, как сейчас проводят еще чувствительность к разным препаратам и по чувствительности назначают лекарства. А как насчет вот этих народных лекарей и знахарей, которые каким-то путем, не знаю, волшебным путем лечат туберкулез? Много ли у нас в стране таких людей, которые, не имея профессионального образования, пытаются лечить данное заболевание, и много ли тех, кто обращается за их услугами? Ну, к сожалению, знаете, вот человек, наверное, когда слышит страшные диагнозы, особенно вот онкологические диагнозы, туберкулез в том числе, он всегда ищет такие пути, когда, ну, наверное, такие надежды, которые и начинает этому верить. Но время показывает, что он все равно, рано или поздно он попадает к врачу, он попадает на лечение, и потом, дай бог, он начинает выздоравливать. Вот этот момент надо не упускать. Туберкулез – это тот диагноз, когда от момента постановки диагноза до первых доз препарата должно пройти совсем короткое время, может быть, сутки, может быть, два максимум, но бывает у нас иногда неделями затягивается этот период. Какие виды туберкулеза бывают? Вот, как я уже говорил в отношении чувствительности к лекарствам, мы сейчас на самые такие, ну, крупные – это чувствительный туберкулез, когда стандартные препараты первого ряда, они помогают, действуют. И устойчивые формы, мы говорим, множественная лекарственная устойчивость. Здесь, когда ко многим препаратам возникает устойчивость, вот здесь проблема к этим препаратам, не ко всем препаратам бывает чувствительность, вот здесь нужно искать, какие препараты, здесь нужно проводить ряд лабораторных тестов. И одной из самых главных проблем – эти лекарства очень дорогие. А вот, как говорят у нас в простонародье, закрытая форма и открытая форма, здесь что нужно знать? Знаете, мы очень боимся, что туберкулезный пациент сразу заражает очень много людей, вот сейчас там про эскалаторы говорили. Конечно, человек должен обезопасить себя, больной с туберкулезом, который выделяет микобактерии при кашле, конечно, он должен одевать маску, ограничения в коллективах, это должно быть. Но не нужно его абсолютно бояться, потому что, если мы возьмем, вот даже здесь, в помещении, возьмем с пола, там, со стен, мы обязательно найдем эту палочку, потому что он присутствует у нас везде. Но именно вот в начале передачи вы говорили, иммунитет должен быть сильный. Если у человека иммунитет очень сильный, у него противодействия, противостояние микобактерии будет достаточно, чтобы не заболеть. Но при определенных условиях иммунитет падает, и он становится чувствительным к такой палочке. Вот вы уже ранее озвучили, что лекарства стоят недешево, довольно-таки дорого. А вот как с туберкулезом борются у нас в Кыргызстане? То есть здесь мы говорим о том, что вот тема нашего разговора – это результаты реформ в противотуберкулезной службе Кыргызстана. Я думаю, что вот, к счастью, именно в Кыргызстане своевременно поставленный диагноз позволяет своевременно назначать препараты. Лекарства у нас бесплатны для всех пациентов, и они как первого ряда, так и второго ряда для устойчивых форм, они обеспечиваются. Конечно, по препаратам второго ряда нам очень хорошо помогают международные организации, донорские организации. Именно потому что препараты очень дорогие, очень большой поток идет помощи в этом направлении. Почему? Потому что они опасны не только для Кыргызстана, они опасны и для наших соседей, для тех стран, где уровень туберкулеза очень низкий. А уровень миграции сейчас очень высокий, поэтому их это тоже беспокоит. То есть если все делать своевременно, если не запускать, это все в принципе доступно. Да, вот своевременно, да, вот как обнаружить это своевременно, да, конечно, не хотелось бы, чтобы это произошло, но тем не менее вы говорите своевременное обнаружение. Каким путем? Вы знаете, вот у нас стереотип такой есть, если у человека туберкулез или кашель, ему надо сразу и бежать в больницу, да, вот. Все знают, ой, я заболел, мне надо бежать в больницу. На самом деле мы сейчас идем не на уровень больничный, стационарный, а мы идем на уровень первичный. И когда мы говорим, вот, семейный врач, семейная медстра, вовремя, при обращении, уже при первых обращениях, первые признаки, там, кашель в течение недели, двух недель, сразу проводить лабораторные исследования, другие исследования, контактные лица выявления. И это позволяет сразу начать лечение, и это позволяет даже не ложиться в больницу, и это позволяет сразу, в течение нескольких месяцев, человек даже, ну, можно сказать, даже не почувствует этот страшный диагноз туберкулеза. Ну и следующий вопрос уже о будущем. Какие виды работы будут проделаны уже на будущем МЗКР, то есть Министерство здравоохранения Крымской Республики, для того, чтобы успешно бороться с туберкулезом? Вот когда мы смотрим на туберкулезные больницы, мы видим это старые здания, такие ветхие. Ну, что пугает, на самом деле, больше всего. Да, и, конечно, здесь и диагноз страшный, еще больница тоже страшна. Поэтому мы говорим, мы все-таки, мы хотим приблизить к пациенту медицинских работников, а это первичный уровень. Это семейный врач, семейная медистра, участковый эфтезиатор, который работает в этом центре семейной медицины. Вот, и мы сделали этот шаг, мы сейчас начали платить для этих категорий специалистов, для чувствительной формы туберкулеза 12 тысяч, если они завершили лечение у пациента, и для устойчивых форм 24 тысяч. Это стало хорошим стимулом. В 2018 году за более тысячи пациентов мы уже заплатили. У нас есть случаи, когда семейная медистра получила в виде вот такого бонуса за лечение 30, 50, 60 тысяч сомов за такие случаи. И я думаю, это хороший стимул, чтобы не пациент искал лекарства, потом в очередях стоял, а семейная медистра пришла, ему объяснила, дала лекарства, и он начал принимать лекарства. И следит за тем, чтобы он с определенной регулярностью сдавал анализы, чтобы контролировать ситуацию. Ну, приемлемо очень хорошо. Да, очень удобно. Да. И теперь, мне кажется, такой завершающий, такой крайний вопрос нашего эфира. Мне кажется, немного хуже и страшнее заболевания самого туберкулеза, притеснения, да, которые у нас находятся в обществе. Чтенько ли такое бывает? Потому что у меня был эфир, когда у меня в гостях был человек, заболевший туберкулезом, он говорит, самое страшное, что для меня было, говорит, это не диагноз, а то, когда некоторые люди показывали меня пальцем, обсуждали еще что-то, да, то есть пытались с ним не общаться, ограничивали его. У нас в стране, вот, да, как бы, вот у нас есть возможность проинформировать наших граждан, чтобы они не настолько сильно этого боялись. Ну, вы знаете, это не только туберкулеза касается. Это, можно сказать, практически многих заболеваний касается, даже онкологические, и даже иногда просто у человека какие-то есть дефекты, может быть, и речи, или там опорно-двигательного аппарата, люди его начинают сторониться, люди как-то... И вот этой толерантности, наверное, нашим не хватает вот в обществе. Нужно относиться, ну, может быть, и незнание о туберкулезе, потому что стоит человеку, ну, чуть подальше покашлять, все у него в радиусе, там, несколько метров отбегут. Ну, конечно, человек не должен кашлять во все стороны, он тоже должен понимать и свою роль, безопасность для общества. Но это очень много работы нужно делать по этой стигме, чтобы все-таки эти люди не были изгоями общества в период заболевания.